Почти 7 тысяч пассажиров принял Южно-Сахалинский аэровокзал в выходные. Больше половины из этого количества прилетевшие на остров. Многие из них оставались в ожидании вернуться домой в запасных воздушных гаванях. В пятницу застрявшие в Хабаровске и Владивостоке, наконец, смогли ступить на сахалинскую землю. Рада была возвращению и сахалинская сноубордистка София Надышина. Мастер спорта добиралась до острова из Челябинской области. Там она выступала на четвертом этапе Кубка России. Девушка 22 января стала победительницей соревнований в параллельном с лалами и параллельном с лалами-гиганте. Конечно, очень надеялась, что проведу больше дней дома, но остается неделя перед стартом, поэтому скоро обратно уже улетаю. С Москвы путь состоял 94 часа, если помимо Челябинска, еще там плюсовать Челябинск, то вообще там за 100. Летели тяжело, 4 дня летели из Москвы, там была задержка 2 дня, и потом летели до Южно-Сахалинской, не смогли приземлиться. Вернулись в Хабаровск, на запасной аэропорт, там еще 2 дня ждали вылета. Каждый раз откладывали рейс, вот, наконец-то приземлились, уже не это, не ждали. Вот, ну, все нормально, сейчас все хорошо. Прилетев на Сахалин, не все пассажиры смогли самостоятельно отправиться домой. Волонтеры рассаживали их на автобусы, которые выполняли рейсы до центра островной столицы – Корсакова, Невельска и Хомска. Жители северных районов, отрезанных от пути в свои муниципалитеты, были приняты в пунктах временного размещения. В них отправились 55 человек. Позднее и они разъехались по домам.